Колеса в норме, тормоза проверены. До начала первого городского велопарада остаются считанные минуты. Масштабное мероприятие, собравшее более 500 участников, прошло в минувшее воскресенье в Энгельсе. Цель – привлечь внимание к проблемам велодвижения. Неадекватная реакция автолюбителей на велосипедиста на дороге. Вечно меня несколько раз пытались облить водой. Действительно, очень неадекватно реагируют. Они видят девушку на велосипеде и пытаются показать себя, какой я молодец. И покричу, и посвящу. И водой попытаюсь обрызгать. Ну, вообще отвратительно, честно говоря. Велосипедистов такая позиция очень расстраивает. Ведь в данном случае два колеса экологичнее четырех. Велотранспорт не загрязняет окружающую среду. А физическая нагрузка позволяет укрепить здоровье и стать более выносливым в любом возрасте. С 11-го года начал кататься. Ну, как на пенсию, грубо говоря, наверное, вышел. И вот это. Потихонечку, потихонечку. Здесь по области катаемся. Ну и так. Что вас мотивирует? Мотивирует. Ну, здоровье, наверное, или как-то сказать. Ну, все равно радуешься. Вот в палатках ночуешь все-таки, как душой молодой, что ли, становишься. Протяженность маршрута – три километра. В Саратове велодни уже проводились. А вот для покровчан такие мероприятия в новинку. Инициатором выступило движение «Саратов-Велосипедный». Не смогли остаться в стороне от благого дела и активисты общественных организаций «Родник» и «Возрождение». Ислам очень одобряет спорт. Он, наоборот, наверное, религия та, которая хочет, чтобы именно мусульмане развивались во всем. И в духовном, и в нравственном, и в научном, и вот спортивном деянии. Ислам, он, как бы, человека призывает к тому, чтобы занимался человек спортом, работал над собой. В том числе, пророк Мухаммед, салям, говорил, что сильный мусульманин более любим Богом, чем слабый мусульманин. То есть человек должен постоянно работать над собой и выражать, ну, работать над собой через какой-либо вид спорта, будь то велосипед, либо иной другой. Велопарад прошел ярко и динамично. За безопасность отвечали скорые и ГИБДД. Спасибо, ГИБДД! Активисты велодвижения надеются, что такие акции помогут пополнить их ряды, сделать горожан чуточку здоровее, а мир чище. Ведь не зря 2017-й объявлен годом экологии. Рануш Аваян, Павел Ёлочкин, Юлия Цветкова. Специально для НУР-ТВ.